Я приветствую всех любителей и почитателей серии FlatOut. Как вы знаете, следующая часть будет называться... Называться она будет Nextar Games, но сейчас её переименовали, но... Я пока это новое название запомнил, и что-то решил я как-то заценить. Ну и раньше смотрел, что там происходит, а сейчас вот более-менее стабильная версия вышла на торрентах. Потому что в стиме как-то, знаете, 600 рублей платить за ранний доступ, это не в этой жизни, не для меня. Даже на распродажах я скостили совсем чуть-чуть, процентов 15. Ну вот так вот скачал. Ну вообще неплохое зрелище, очень даже вот... Ну пока ещё требует доработок, конечно. Машин мало всего там, вот. Ну зато вот то, что я люблю, это когда куча мала, как говорится, вот. С детства вот просто мне нравилось, когда вот много игроков друг друга... Друг с другом что-либо делают, либо на машинах, либо стреляют. Я на серверах всегда играю, где максимальное количество игроков. Ну 64 это в Battlefield. Других игр, конечно, поменьше. А здесь вот хуяк, блядь, 23 машины, 23 машины вместе друг друга. Ну, как бы месяц, я бы сказал, что повреждения стали нечто среднее между флотаутом первым и флотаутом вторым. То есть в первом там, блин, ебать, повреждения нахер. Как это сказать? То есть очень реалистичный просто вот. Так вот, если въехал, въезжаешь, машина такой скорость, всё, я считаю, машины твои нет уже. А вот флотауте во втором, ну, там более аркадные повреждения стали и как-то всё. Машина более живучая. А вот это стало нечто среднее. Здесь ещё добавили гнутость металла. Здесь машины все сминаются, но продолжают движение вот это вот. Как-то, ну, странно это, но, в принципе, реалистично. Вот третью часть вообще не берём. Это полная хуйня. Все это знают. И вообще это пиздец. Продали дебилы нахуй бренд. Ебать, у кого-то там пожар нахуй, ребята. Прикольно. Или он уже... Нет, он ещё... Не, наверное, сломался уже с концами. Снимаю, вот тоже машина так погнулась. Зато есть вид от первого лица, который сейчас тут весь согнут. Я вообще большой фанат этой серии. Всегда любил тачки и разрушения. Всегда вот. Сейчас, конечно, максимум разрушений достигли в BMG. Но... Флота вот как-то более доступные, что ли, разрушения. Такие. Ну, и всё-таки какое-то осмысленное разрушение есть. Здесь всё-таки гонки, типа... Вот эти на выживание. Вот всё вот это. Как можно не любить такие вещи? Я не знаю, ребята. Ну, вот второй даже играл мультиплеер когда-то. Он, наверное, может сейчас доступен, не знаю. Ну, тем не менее, вот всё-таки... Название они потеряли, но... Сами-то люди остались. И они решили, мы сделаем лучше, чем было. Но пока что-то вот долго всё это делается. И деньги собирали на всяких этих кикстартерах. Сейчас популярна эта тема. Что ещё там? Ну, ранний доступ в стиме, но это вообще не стоит. Я вообще никогда не буду вот заранее доступ платить. Какая бы игра ни была, во-первых, цена пиздец какая. И, блин, сырой продукт. И, нахуя, свои деньги становиться бета-тестером ещё. Ебать, ёбнулся. Об стену. Ну, как-то... Нормально, ну... Так, ретти, ретти, давай, хопа. Давайте ещё раз сыгранём. Ну, хаос происходит. Ну, всё-таки первый флэт-аут реально сложная была игрой. Кстати, у меня есть обзор. Я сейчас вспомню, что у меня есть обзор. Это первый флэт-аут. По-моему, у меня второго нет. Первого есть. Вот, обязательно гляньте. Ну, там, конечно, скучно. Но, тем не менее, можете даже без ука посмотреть, что это за игра такая. Она реально ебать, как полетела охуеть. Она реально такая была жесткая. Я вот сложный уровень там так и не прошёл. Вот сколько времени прошло, вообще нереально пройти было. А вот флэт-аут второй, ну... В некоторых местах было сложно, а всё-таки, ну, всё-таки там по очкам выигрывал, вытягивал турнир и побеждал. Ух, какая веселуха там происходит. Ну-ка, сейчас вот полетели и полетели друг на друга. Прикольно такие каскадёрские други получаются. Но детали не все отлетают. У меня ещё при альфа-версия, не знаю, может, там уже в последней версии всё как надо. Но что-то вот не всё. В первом флэт-ауте всё-таки там столько работы было проделано. Там гигантский количество кузова отлетало, детали её вообще там. Но машину нельзя было как-то уничтожить на гонках, по крайней мере, полностью. Но она, у неё и подвеска гнулась, и всё, и вообще невозможно было ей управлять. Ну, а здесь, здесь и так, веселье, веселье, аркадное веселье. Я говорю, может быть, золотая середина. Ещё прикрутили бы с чуваком эти игры, главная фишка серии, и был бы вообще офигенно. Женю, да, жалко, они, конечно, бренд просрали. Пиздец, а третья часть хорошо, вот, смотрел. Ну, обзоры-то были забавные на неё. Но, тем не менее, это было дерьмо. Когда увидел на торт, он думал, нихуя себе, третья часть. Когда успели, ну, начал смотреть хорошо, я начал смотреть обзоры там. А там, оказывается, полный пиздец. И не стал тратить трафик и время на установку третьей части. Ещё раз снаю, вторую ещё раз поиграл. Ну, а эта сейчас будет, думаю, выстрелит. Уже выстрелил, ведь они же деньги собрали с людей, можно сказать. То есть, траты не стопроцентные на игру. Так что, ребята, думаю, будет игра нормальная. Достойный продолжатель. Это Flatout. Flatout, не знаю, как, перерождение, reload, перезагрузка, я бы назвал. Ну, бренд они проебали. Что, конечно, не есть хорошо. Ох ты, бля. Кстати, тут, это, выигрывают в основном машины, у которых сзади двигатель. Там, у меня три машины только доступны. Вот. А, как бы, живых остаются те, которые вот сзади двигатель. Ну, она такая залупа, блин. Ну, графика неплохая. Не максимум, конечно. Максимум не тянет, потому что объектов много. А, да, кстати, об объектах. Машин много, а вот объектов... Всего вот здесь очень мало. Я прям что-то расстроился даже. На гонках вообще всяких предметов было очень мало. И как-то я вот только этот режим периодически гоняю. Но вот так объектов вообще крапульку, я бы сказал. Ну что, добьём свой этот Redvan. И можно заканчивать, в принципе, такой обзор, не обзор. Просто мнение. Моё частное мнение. Потому что вот реально я фанат этой всей репетиции. И хочется, хочется рассказать. И вот я рассказал. И сейчас я ёбнулся об стену. А там куча металла. И всё заебись. Главное, что всё заебись, и я здесь. Что ж, благодарю всех за внимание. Смотрите вот FlatOut 1 обзор. Подержите просто просмотром. Ну, я знаю, что он будет так себе. Я просто не очень заботился о качестве видео. Ну, тем не менее, это ли история такая. История, с чего всё начиналось. Не с бухты барахты всё так образовалось. Правильно? Так что, будем ждать. Будем ждать эту игру. Я бы, конечно, всё-таки на распродаже рублей за 300 купил. Всё-таки 600 дороговато, ребята. Тем более, это не за физический диск. А за цифровую версию. Ну, что ж. Ребята. О, как там полетел кусок металла. Отлично просто. Благодарю всех за внимание. Всем удачи. Всем пока. Продолжение следует.